До уваги же хороу шмат кватерных жилых домов. У регионе подчастились все выпадки, коли процтовники разнастайных коммерциальных структур пропонуют выполнять работы по проверке и прочистке вентиляционных каналов. Увынику отмовы погрожают отключением газа, а коли господа разводны, выполняют послугу не по регламенту, выкрыстовывают обычные бытовые пылососы. А главное, у всех это делается на платной основе. Пропонуются подписать договор, у яким выставляется сумма от 120 до 170 рублев. Частей за все подставники коммерциальных структур приходят до пожилых граждан. Люди ставят свой подпись у договора добровольно. И тому протягнуть до отказности такие компании с юридичного пункта Гледжине вельми складано. Хочу обратить внимание наших граждан, что согласно законодательству на сегодняшний день работы по проверке, прочистке, устранению неисправности, дымовых и вентиляционных каналов входят в техническое обслуживание жилых домов. И выполняются непосредственно теми организациями, которые занимаются обслуживанием этих домов без взимания какой-либо платы. Поскольку плата за техническое обслуживание оплачивается гражданами ежемесячно, исходя из стоимости 12 копеек за метр квадратных, ну согласно тем суммам, которые выставляются в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг. В случае возникновения проблем в работе дымовых и вентиляционных каналов гражданам необходимо обращаться непосредственно в обслуживающую организацию или оставить свою заявку по номеру 115.